Всех приветствую, друзья! Давно не было выпусков на канале, извиняйте, был немного занят, нужно было госпитализироваться, чтобы у меня вырезали раковую опухоль и после убедиться, что еще какое-то время я буду жить, пронаблюдаться, да? На самом деле я надеюсь, что моя история будет хоть сколько-нибудь полезной для вас, потому что сама по себе она интереса не представляет, а вот полезной может быть, поэтому досмотрите это видео до самого конца и сразу же извините за голос, который может становиться все более сиплым, после операции он что-то все никак не восстанавливается. Несмотря на то, что 2020 год со всеми своими приколами еще и добавил мне новость о злокачественной опухоли в моем организме, можно сказать, что я легко отделался, потому что рак у меня обнаружили в этом году в щитовидной железе, таких случаев, к сожалению, становится сравнительно много. Вполне возможно, кто-то из зрителей этого видео или сам с подобным сталкивался или кто-то в его окружении, хотя я, конечно, надеюсь, что нет. И, к счастью, такой рак относит к относительно легким. Большая часть случаев у рака щитовидной железы заканчиваются более-менее хорошо, так что в этом плане мне повезло. Это все к тому, что я не хочу как-то намеренно нагнетать ситуацию вокруг себя, потому что прекрасно отдаю себе отчет в том, что есть много случаев онкологии гораздо хуже моего, касательно самых разных органов в нашем организме. Тяжелые случаи, когда людям требуется дорогостоящая химиотерапия, пересадки органов, различные процедуры, лечение за границей и так далее, тем более, когда это касается детей. Это самое плохое. Я полностью отдаю себе в этом отчет и своей историей я делюсь исключительно в надежде, что ни у вас, ни у ваших близких никогда проблем, в том числе с онкологией, не будет. За последние дни я получал очень много вопросов, что именно со мной приключилось, пару слов, чтобы ответить на эти вопросы, прояснить ситуацию. На самом деле, неблагоприятной ситуации в плане рака, в плане онкологии у меня в семье вроде бы никогда не было, поэтому я за этим моментом никогда не следил, не парился на этот счет. Примерно полтора года назад появился какой-то дискомфорт в горле, решил обследоваться. Вроде бы нашли небольшой узел. Сказали, ничего особенного, такое бывает у многих, ну, там будете наблюдаться. Окей, сказал я и, конечно же, на это дело забил. Примерно через год снова появился дискомфорт, и я как-то, ну, давай-ка еще раз обследуюсь. И оказалось, что узел как-то подрос, и мне уже как-то более обеспокоенно сказали, а сделайте-ка лучшую пункцию такую танкоигольную, прокалите, в общем, шприцем, ну, чтобы специалист это сделал. Пусть проколит горло, возьмет пробу из узла, и чтобы понять, доброкачественный или злокачественный. Но это тоже вот терпит. Естественно, я максимально затянул месяца через три, только сделал пункцию уже после поездки в Штаты, которая на тот момент, ну, конечно, для меня была намного более приоритетной работа, как всегда, и так далее. И, собственно, я приезжаю, мне говорят, что, а у вас, собственно, именно с вероятностью 65-75%, чтобы не собрать рак щитовидной железы. И вот на тот момент мир уже как-то был больше озабочен не прочими заболеваниями, онкологиями и так далее, а прежде всего коронавирусом. Не все центры полноценно работали, не все специалисты готовы были принимать. И, в общем, все опять у меня немного затянулось, и только в начале июля я, наконец, сделал операцию. Полной информации об опухоли, которая у меня была в левой, я так понимаю, доли щитовидной железы, я еще не получился, я на день жду вот результатов цитологии, чтобы мне сказали, какая стадия рака была, какие-то подробности больше о нем рассказали и так далее. Но хирурги как бы сказали, что сомнений нет, что это злокачественная опухоль. К счастью, она не проросла в правую долю, и у меня удалили только половину щитовидной железы, что, в принципе, тоже не прикольно. Немало случаев, когда удаляют щитовидную железу полностью, и, собственно, люди в дальнейшем живут на гормонозаместительной терапии, которая, в принципе, и меня ждет. Часто под раздачу еще идут лимфатические узлы, увеличенные, может быть, даже метастазированные при определенных видах рака щитовидной железы бывают. И такое радиоактивный йод может идти в ход. Другие случаи. Я надеюсь, что меня это не коснется. Искренне надеюсь. Но, как я и говорил, на самом деле, выпуск не о моей истории как таковой, потому что она не самая плохая, и вроде я еще пока живой. Речь о самом факте рака. Потому что еще как раз перед операцией я наткнулся на сториз очень уважаемого у меня специалиста, он заведующий отделением онкоурологии, Александр Дзаря, может быть, кто-то из вас его знает. И он как раз вот писал, отвечал на один из вопросов, до 60% онкологии это случайная находка. И когда я говорю, что я легко оделся, на самом деле это лишь отчасти. Потому что, как мне объяснили специалисты, рак щитовидной железы, он обычно развивается очень медленно, может развиваться годами. Именно поэтому его, как правило, находят у людей прям в возрасте. Мне же 28 лет, я молод для подобного заболевания, и у меня этот рак развивался достаточно быстро. И, как мне сказали хирурги, то есть даже промедление, там, не знаю, в год или меньше, оно, я не буду сейчас, о, оно было, привело к смерти и так далее. Нет, оно бы привело просто к более худшей ситуации, полностью бы щитовидку удалили и так далее, может там еще что-то хуже. В общем, затягивать было бы нельзя. Но при этом, мог ли бы я забить на дискомфорт, который у меня был изначально в горле, казалось бы, ну, какая чушь. Да, конечно, мог бы. Просто сдал бы анализы, они бы показали плюс-минус референтные значения, а они, это не совсем показательно было, они у меня и накануне операции были плюс-минус в референте, но при этом антитела, они были просто в космосе, значительно превышали референт, это означало, что, не знаю, организм как-то сам разрушал щитовидную железу, что отчасти было логично, потому что в ней была опухоль. Но, опять же, тянуть было нельзя, потому что железа функционировала лишь отчасти. В последний год-полтора качество моей жизни значительно снизилось. Эффективность, трудоспособность значительно упала. В обычном ритме, в тех же штатах я работал гораздо хуже, чем мог бы, я прямо это ощущал. Раздражительность появилась, усталость. Ни о каком прогрессе, каких там тренировках, в форме нет даже близко, а просто вот нормальной жизни, которую я когда-то вел, о ней речи не шло. Но при этом мог ли я не обращать внимание на эти симптомы? Да, конечно, мог, потому что, ну, кто сейчас не уставший? Кто сейчас не на нервы? Абсолютно нормальная ситуация. И что значит, что у каждого рак? Конечно, не значит. Это я все к чему? Ну, на самом деле, вот эти вот профилактические УЗИ, сдача анализов, консультации со специалистами и так далее, и так далее, которыми мы систематически и с чрезвычайным постоянством пренебрегаем, они, как я уже смог убедиться на своей собственной шкоре, могут или спасти нам жизнь, или просто уберечь от серьезных проблем. Почему мы не обследуемся? Ну, слушайте, некогда, зачем, дорого. Ну, на самом деле, не об этом речь. Я убедился, что профилактические обследования, они действительно имеют место. И то УЗИ, которое я сделал, ну, какое-то время назад, просто из разряда «мало ли что там», действительно уберегло меня от значительных проблем. Несколько фактов, раз уж мы об этом говорим. Ежегодно в России, нашел статистику только по ней, выявляют примерно 12 случаев подобного рака, в 5,5 раз чаще он именно у женщин. Многие удивлялись, что ты такой молодой еще и мужчина, и вот тебе рак. Ну, в общем, джекпот сорвал. Заболеваемость в среднем 6 случаев на 100 тысяч человек, и при этом за последние 20 лет увеличилась в 2 раза. Это все к тому, что актуальность этого видео относительно онкологии в целом, и рака щитовидной железы в частности, она на самом деле достаточно велика. И хотя я ни разу не медик, я позволю себе все-таки несколько универсальных советов, которые я услышал от специалистов, которые вычитал в различных статьях, которые за это все время перелопатил, которые я надеюсь, что будут для вас полезны. Первое, и достаточно очевидное, не забивайте на профилактику. Очевидно, лучше заранее что-то найти, чем позже. А долго, муторно, дорого, и не факт, что успешно лечить, соответственно, это впоследствии. Всегда будет некогда. Я думаю, что всем всегда будет жалко на это деньги, но стоит это делать. Второе, услышав какой-то или предварительный диагноз, или результаты обследований, и, соответственно, рекомендации делать что-то еще, не забивайте на это и не откладывайте в самый долгий ящик. Опять же, моя ситуация, да-да, вот сейчас сделаю следующий понедельник, а вот после этой поездки и так далее, и так далее. И, собственно, если бы тянул дальше, это могло бы привести к более худшим результатам. Третье, как бы это ни было банально, не нервничать. Или нервничать, но как можно меньше. Потому что стресс на длинной дистанции – это один из самых прямых путей к раку. Одно из его условий. Как я и говорил, я не медик, но любой человек в теме подтвердит вам, что человек, который испытывает хронический стресс, который постоянно на срыве, который окружен постоянными нерешенными гнетущими проблемами, гораздо более уясвим перед различными заболеваниями. И круто, если это будет не рак. Ну и четвертое, как мне кажется, относительно онкологии не самое очевидное, но универсальный совет – ложитесь раньше и спите дольше. Это совет не с позиции «лег в 10 вечера, встал в 5 утра и стал миллионером». Нет, дефицит мелатонина, как я вычитал, это один из основных факторов развития онкологии. Концентрация, пиковая мелатонина, достигается в 12 часов ночи, примерно в час ночи, да? В полночь, в час ночи. И, соответственно, в это время круто было бы уже спать. Мне ли не знать, что я сам и куча людей в моем окружении, а, возможно, и вашим, в это время только разогревается к тому, чтобы продолжить какие-то дела и ложиться гораздо позже. Сыграл ли этот фактор какую-то роль в моем случае? Не знаю. Но, опять же, вот все эти факторы, которые я перечисляю, ни один из них, там, допустим, не делаешь профилактику, не ложишься вовремя спать, стрессуешь и так далее, он не является прямым условием для рака. Конечно, нет. Но в совокупности они создают, вот вместе с вредными привычками, еще какими-то моментами, экологиями, предрасположенностью и так далее, а какой-то определенный фон, в котором, если в твоем организме есть какое-то слабое место, оно может дать сбой. И не факт, что ты узнаешь об этом сразу. На самом деле, в этих четырех пунктах я не озвучил ничего принципиально нового. Многие им следуют и правильно делают. Но, поверьте мне, в мире не так много людей, которые проводят техосмотр своего организма до того, как их накроют, а не после. И, соответственно, опять же, я надеюсь, что мой пример в этом плане окажется хоть сколько-нибудь показателен, потому что перестраховался, обнаружили ситуацию, не забил на нее, соответственно, сделали операцию вроде живой. Ну и напоследок, друзья, огромное спасибо всем, кто эти дни меня поддерживал, прислал сообщения, кто отреагировал на мой единственный пост в инстаграм-профиле, который я выложил только для того, чтобы обозначить, что я какое-то время буду недееспособным. Спасибо за ваши комментарии, за личные сообщения. Многие писали, чем помочь материально врачами, чем возможно. То есть, огромное спасибо, я действительно признателен. И я, правда, очень скучал по работе. Я вот даже заснял эти кадры, к счастью, они сохранились. Свой последний ролик, предыдущий, получается, на канале Рони Колмане, я опубликовал уже в больнице после операции, заранее сделал, но вот опубликовал только после операции. И, соответственно, все время руки чесались, хотелось как можно скорее вернуться к работе, к коммуникации с вами, к новым съемкам. Столько времени не мог снимать из-за вируса, после этого напасть. Обещаю, что вернусь к активной работе как можно скорее, еще даже вот до, не знаю, полного восстановления сил. Чуть больше затянется горло, непосредственно место операции. Надеюсь, станет чуть лучше голос и 100% вернусь к работе. И насчет поддержки. Очень многие люди писали, опять же, спасибо вам за это. Лучшее, что вы можете сделать после просмотра этого видео, это просто обследоваться. Если не комплексное обследование организма провести, то хотя бы какого-то конкретного органа, системы, который, может быть, сбоил, который стоило бы на всякий случай пересмотреть, сдайте хоть лишний раз анализ крови, посмотрите, как вы себя чувствуете, отведите на обследование ваших близких. Люди в возрасте часто не занимаются этим вопросом, избегают его. Если после просмотра этого видео вы что-нибудь из этого сделаете, или информация, или какие-то факты, или просто мой пример вам пригодится, значит, это видео вышло не зря. Отвечая на вопросы многих насчет поддержки, никого, ни к чему не призываю, потому что этот год для многих очень непростой. Но если хотите поддержать меня или мой канал в этот не самый прикольный момент, то, соответственно, реквизиты я оставлю в описании. Но самое главное, друзья, берегите себя, будьте счастливы и, конечно, здоровы. А я постараюсь поскорее вернуться к работе. Как всегда, друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживали, и несмотря ни на что, работаем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!